Ветераны войны, военной службы, офицеры в запасе представляют свои окружные комитеты на турнире в честь 119 дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. В политическом основании мы проводим эти мероприятия. Почему именно эти мероприятия? Ну, они очень важны для наших кадет, потому что они все хотят быть маршалами, великими начальниками, поэтому надо брать с этого маршала пример. Настоящий солдат, настоящий воин – это русский человек, который мужественный, храбрый, отважный, самоотверженный, который готов в любой момент встать на защиту своего отечества. Ветераны труда и войны, которые пришли сегодня к нам в гости, они являются отличным примером для подражания. В Омске тоже 16-й турнир. Он совещает спортивную и интеллектуальную программы, в которых могут себя одинаково проявить и молодежь, и ветераны. Очень демократично выбраны виды спорта. Знаете, шахматы, дартс, стрельба, больших физических нагрузок не требуют, потому что ветераны, ну, они процентов на 80, как правило, все-таки инвалиды уже трудные. Им молодежь может себя показать, у них тоже есть такая возможность. В постановочных поединках по самбо кадеты доказали ветеранам. Страна в надежных и крепких руках. А гости, в свою очередь, проявили себя в других дисциплинах. Самая длинная очередь выстроилась у дартса. 16 лет назад свою меткость тут проявил участник войны Юрий Чернобыльский. Именно он стал первым чемпионом по бросанию дротиков в этих стартах. Проводили соревнования каждый год 1 декабря. 1 декабря, день Жукова. И вот по дартсу я получил первое место. И вот медаль, которую мне дали, вот она, вот она. Это медаль, которую мне дали, которую я получил за первое место по дартсу. Я стрелял из пушек, из ракет, из этих торпедных аппаратов, все. А с мелкокалиберной винтовки я же не стрелял. А тут мелкокалиберная винтовка с прицелом. Ну как я. Поэтому я второе, и потом третье место занял. Крепкая рука и зоркий глаз пригодились участникам в стрельбе из электронного оружия. Правда, в этом испытании кадеты оказались сильнее опытных ветеранов. Зато интеллектуальный конкурс не оставил молодежи шансов. Стенка на стенку, два поколения напротив друг друга разбирались с шашками и шахматами. И в итоге возраст побил молодость. Следующий турнир будет юбилейным. Соревнованиями отметят 120-ю годовщину со дня рождения маршала Жукова.